где-то я все это уже видел и значит это в поисках ролей на гоночного грузовика я в своем познании настолько преисполнился что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет на уране проживаю на триллионах и триллионах таких же планет и никак несмотря на то что я тренируюсь 6 дней в неделю 5 дней в неделю также тренируюсь 3 дня в день и один из этих дней я тренируюсь два дня так что до 6 дней в неделю 6 дней в неделю ищу заключительную крайне убедительнейшую хотя бы какую-то сторону или тень от стороны гипотезы о том что в сноураннере может быть гоночный грузовик или хотя бы какое-то ралли но всегда нахожу лишь подтверждение обратного это видео напрямую не касается фазы 7 компьютер конкур аналогически связано с появляющимися в ней автомобилями азов спринтер и горбай 4 пока она не перешло к своей сути напоминаю что вы можете подписаться и поставить лайк и так конкретно этот обзор о двух моделях от автора модов zxp 990 которую он всегда именует z2 и что-то сложное после модели этого автора всегда достаточно странны в рамках игры им сложно придумать какое-либо логическое применение но вместе с тем они всегда работают на консолях так как лишены брендированных названий почти всегда демонстрируют граничные возможности симуляции реальности в игре сноураннер произошло это и с предложенными моделями встречайте z2 ралли дон и z2 тайга 64 36 ралли дакар далее видео для простоты дон или тайга это скаут и вездеход дон стоит 35700 имеет массу 2105 комплектуется пятью двигателями 72 90 120 160 и 200 тысяч мощности снабжен баком на 240 литров есть все стандартные коробки передач три варианта подвески включая отрегулированную шины до 34 дюймов включая кастомные все лебедки и шноркели также доступны все прицепы которые способен подцепить стандартный скаут из оригинальной игры отдельно обращу внимание на кастомные багажники которые содержат до 300 единиц ремонтных комплектов четырех запасных колес и 40 литров дополнительного топлива тайга в свою очередь стоит 85 700 чуть дороже оригинальной имеет массу 10 тысяч 110 комплектуется шестью двигателями первые три это форсированный лаз 8 т 300 мощностями 200 240 и 280 тысяч мощности следующие три это раллийные кастомные двигатели за два трех уровней 300 500 и 750 тысяч мощности комплектуются баком на четыреста тридцать литров грузовик имеет все стандартные коробки передач две подвески высокую серийную шины до 60 дюймов включая кастомные раллийные все лебедки включая кастомную автоматическую и набор стандартных шноркелей отдельно обращу внимание на два факта первый неснимаемый кузов автомобиля содержит 1600 единиц ремонтных комплектов 6 запасных колес и 1800 литров дополнительного топлива второй факт грузовик имеет кастомные доны на переднюю и заднюю ось которые позволяют изменить массу автомобиля можно добавить 2 4 6 10 и 20 тысяч массы на оси также грузовик может подцеплять все стандартные прицепы для внедорожника для которых не требуется установка высокого или низкого седла теперь подробнее о том где с чем как и зачем будут проводиться испытания как вы могли обратить внимание оба автомобиля судя по названию относят себя к элитному классу автомобилей способных быстро преодолевать бездорожье оставлять позади огромные расстояния иначе к чему в названии присутствует слово ралли также на нас необратимым образом но очень медленно надвигается фаза 7 компитен конкур в которой будут два подобных автомобиля вот именно их попарно я и буду сравнивать и знаете что слово ралли все-таки требует к себе уважения кататься по кругу возле гаража по песочку это не ралли я поеду сразу по трем картам региона мичиган сша смитвиллской дамбе острову драмонт и островному озеру таким образом образуется замкнутая траектория сначала мы финишем в гараже на карте смитвиллская дамба первую часть маршрута поедет скаут на этой части будет серпантинный подъем на гору и немного бездорожья второй участок маршрута поедет вездеход именно на нем больше бездорожья более сложные участки и как мне кажется единственный столь протяженный участок который хотя бы отдаленно может напоминать раллийный доп это участок с карты островное озеро поскольку фаза 7 сейчас находится в стадии pts 17 2 то попытку с горба и спринтером я ускорю хотя конечно я слабо верю что в финальной версии дополнения их характеристики хоть сколько-нибудь поменяются но подробнее о них после выхода а вот попытку модов оставлю в реальном времени и как говорил профессор преображенский это и будет железобетонной демонстрации того а вообще возможно ли ралли или какая-то высокая скорость в сноураннере ну что в путь и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...